Встречаемся на Best of 3 серию, открывающую до квалификации. Зумис против Team+. У Team+, остался буквально последний шаг до следующего раунда, но посмотрим, получится ли перевернуть ситуацию. С вами по-прежнему я и Дмитрий, и мы будем смотреть за этим. За этим нечто, происходящее в первой карте, за этим нечто, происходящее в второй карте. Пока Бейн Патма вроде неплохо, Абадон против этого дела. Не особо рабочая стратегия, но посмотрим, что получится. Да, Бейн Патма, связка старая как мир, в принципе. Что про нее еще можно сказать. Ну что, Патма получила дебуст буквально ночью сегодня, там с утра, поскольку патч был. Ну что, Тинни тоже получил от окт. Тинни тоже, да, ну смотри, там был один момент, если бы это был старый Тинни, у него бы откатился Тос, и он бы выжил, но у него был кулдаун. Да. Может ли Патмы тоже дойти там лишних 20 скоростных атаки где-то зарешает? Ну, как раз микропатч для таких моментов. Кунку продолжает банить, в принципе. Вроде тоже поднерфили чутка, но не сказать, что это там критично сказалось на нем. Найт Сталкер тоже видим в банах на передовой, хотя его также поднерфили. То есть все те же герои пока продолжают пикаться, но нужно смотреть на более долгой дистанции. Я думаю, что после квал на мажор уже будет понятно, в принципе, что люди предпочитают убирать, по крайней мере, на тире, который равен там. Я надеюсь, что после квал какой-нибудь там патч все-таки большой выпустят, хотя бы где-то в ближайшем обозревом будущем, потому что текущая мета, она хоть и довольно милая, красивая и разнообразная, но можно же уже что-то и новое, скажем так. Ну, в целом справедливо, все-таки мажор сам по себе будет в начале ноября, и от квал до самого мажора и минора там будет... Даже нет, мажор в середине ноября, вот где-то там 5 ноября или 7 ноября стартует минор. То есть будет времени достаточно для того, чтобы выкатить патч, и глобальный патч, все-таки они обещали его с героями как раз-таки, вот этот патч осенью. Они как обычно обещали в этом году, по времени Valve это может быть март, если что, для них это вообще не проблема. Да, осень на следующее. Ну, типа, делал с 2 ноября, а не выпустить, для них... Ну, зеро проблем, вообще в этом мне сейчас нестандартного не видят, поэтому все еще будет. То есть единственное, что меня смущает, что если они не выходили патч до 5-го числа, до старта квал, то мне бы хотелось, чтобы квалы игрались на том же патче, что и сам мажор. Поэтому я бы хотел тогда, чтобы уже и не выпускали, как-то так. Ну, а я думаю, что и не выпустят. Потому что было пару моментов, где у тебя команда, для которой был метовый герой сильный в патче, проходит на мажор, например, или на минор. И потом вообще там ничего не может сделать, потому что уже новый патч, и героев ослабили. А новых они не натренировали, не наиграли, не справляются, не могут придумать ничего. То есть было бы логичным и разумным, чтобы ребята, которые выиграли квалы, на чем-то, на этом же могли на чем-то играть дальше. Ну, разные ситуации были в прошлом сезоне. Здесь в целом-то они и по своим обещаниям успеют, если даже после мажора выкатят. Причем даже есть большая вероятность, что мажор пройдет, и они выкатят патч тогда уж. Потому что следующий будет где-то там в декабре, что ли. То есть времени навалом. Ну что ж, и тут пики пока полным ходом идут. Гирокоптера добрали себе. На зуме у них теперь такая связочка есть. Эпицентр плюс кулдаун. И тим плюс показывают в ответ роль Варварда. Ну, тоже вроде неплохо. Хороший герой на линии будет. Вопрос только в том, удастся ли постоять. Просто против Скорпиона ты вот хочешь выиграть как-то старт этой линии, и потом все будет хорошо. Если ты старт проигрываешь, то потом любому герою вот с рейнджой троллей будет тяжеловато стоять. Надо просто прийти, принести больше Сэндрея Чимон, выгнать его как-то с линии и так далее. Можем прям триплой туда прийти, вот, под мобой Мирана. Сочнее, тур-тур под мобой Мирана. Да, я все перебрал, кроме правильного варианта. Ну, поняла, все эти трое что-то пришли. Да, и именно загнобили немножко Скорпиона, то есть, чтобы вынудили его там бегать за вышку, льпов выводить, вместо того, чтобы мешать троллю. Тогда он там с левелом уже сможет что-то сделать. Ну, в целом, с учетом того, что они взяли бы и на Мирану, то должна быть все-таки какая-то вероятность того, что Мирана будет бегающая. То, что она, даже если ее поставят изначально на харду, на легкую линию она хотя бы зайдет посмотреть. И в Шэдоу Финн берется на мид. Вот, тоже вот как раз плюсы играли им на квалификации не очень успешно на ESL. Но здесь уже не такие мастодонты сидят, не такие олды. И я думаю, что, в принципе, это уже не имеет никакого значения. Все-таки против Ауи играть сложно. Все равно это, опять же, странно, учитывая, что у нас Fighting Pipegas сильный, J-Storm сильный, EG сильный, Nipay сильный, там куча команд самых разных. Здесь никто не играет из них. Да, вот мы как раз же это обсуждали. Так, да, да, да. Что меня именно смущает, что вряд ли они выйдут столько слотов под прямые инвайты. Знать бы ситуацию все-таки. Вот мидасмод закончился же. То есть можно было бы оправдать то, что они из-за мидасмода решили не играть, но все равно там ESL с мидасмодом у них состыковался, все нормально. Там всякие J-Storm и прочее время находили. Здесь вот ноль причин объективно, почему не играть. И причем все команды играли через опен-квалификации. Возможно, у них не было играть времени опен-квалификации. В этом проблема. Тут нет прямых инвайтов в упалу. Может быть. Ну, то есть, опять же, вопрос только в том, тогда сколько команд получили прямой инвайт на сам турнир. И все. Вот на сеть надо ждать в итоге, рассматривать эти все моменты. Да, но анонсов еще не было. Ничего толком про этот турнир неизвестно, кроме того, где и когда он пройдет, и какой призовой фонд. 250 тысяч долларов, если вам интересно. Ну, а остальное все дело техники. В принципе, Дремлига как турнирный оператор зарекомендовала себя как не самый торопящийся во всех отношениях. То есть, там все объявить в последний момент, это для них дело техники. Бруду забанили напоследок. Ну, в целом-то понятно, что для СФ на миде это была бы лютая душка, но это не единственный герой, который может это устроить СФ. И причем не хватает тут какого-то танка, пока фронтлейнера позарез просто. Забанили ЦК, фу-то-то как, господи, Кентавра, забанили Акса из таких вариантов. Нидерлорд, как вариант. Не так охотно его берут, периодически появляется, но не всегда его любят. Вроде бы сильный. Тедхантер есть, что этого не взяли. Пока. Ну, комбайн есть. 20 тысяч. Это не фронтлейнер, но звучит неплохо, ладно. Ну, именно такие вот, то есть у них куча героев, с кучей скиллов, комфортно будет именно по тимфайту на старте или как-то разворачиваться. Ну, вот я тоже получаю Тинника. Что у нас, Тинни Мид? Что-то такое будет. Ну, я подозреваю, что да. Ну, что ж. У них Тинни Гирич получается кэрри, Скорпион трешка. Бадон, Рубик, Саппорт. Ну, не знаю. То есть мне этим плюс нравится больше. Их драфт, потому что есть чем-нибудь одного гирокоптера, а кроме гирокоптера Тинник слишком поздно включается, если у него старт не пойдет. То есть на такое ставить, это слишком опасно. Ну, они очень жирные, и благодаря Абадону они будут долго жить довольно. В принципе-то. Вроде как бы да. А вроде как вот вторая проблема Абадона против Бейна, что с одной стороны ты снимаешь с кого-нибудь все вот эти слипы и так далее. Но если киво кину на тебя вот этот самый неприятный, то есть ты вынужден сразу какой-нибудь ультимейт нажимать, тратить его просто, чтобы снять с себя дизейбл. Потому что идет файт, например, ты кидаешь слип у Абадона и финсгриппишь кого в душе угодно, и он тебе ничего не делает. Ну да, с два фрага в предыдущей игре на тролле было. Красавчик. Хочется сказать. Не видел недавно скрин, где парень по кунку взял, типа, всего сыграно 6 игр, а последняя стада на кунке, еще этот, а стада на кунке 34. 34? Не, ну то есть всего 6 матчей на аккаунте, но при этом на кунке 7 матчей сыграно. А, такого не видел. Поэтому я до тех пор что-то не верю после их скринов. Ну, в любом случае, это пабная игра показывается. Пабы в Северной Америке это отдельный сорт героина. Ну, возможно. Так, я не очень понимаю, что у них случилось. Ну, вчера, когда мы смотрели квалу, случилось то, что у Сэмибоя, фото Сэмибоя, у Дженкинса из команды плюс, как раз таки, у него украли комп. Норм. Вот, и там в этом была проблема, они тоже паузу держали довольно долго. Так что причина может быть какая угодно. До этого там у кого-то живот болел, что-то еще такого плана. Мама вроде никого кушать не звала, то есть. Здесь вроде причину тоже не называли. А, он АФК. Ну, говорят, что нужно, типа, какой-то сделать рестарт или еще что-то, типа, отвалился из-за этого, и говорят, типа, недоволен вообще ребята из СБС, что вторую группу подряд ставится пауза сразу после окончания драфта и просит их решать себе проблемы во время драфта, а не во время игры. В принципе, оно и понятно. Идея это здравая. В этом есть смысл, да. Но, в принципе, с дисциплиной во всех регионах на уровне квалификации у ребят проблемы бывают, так что ничего не поделаешь. Ну что, квала тут, конечно, на самом деле, вот, не сказать так, кто из них, из всех этих команд будет ее проходить. То есть, те же самые плюсы, они вполне могут условных к Салотли задушить и пройти квалу. Вот, потому что к Салотли, это, наверное, единственная команда. по-моему, проиграли, на самом деле. Сейчас я точно это найду. Они тоже против каких-то рандомных парней играют. Против демон-слейеров, которых настолько никто не знает, что про них вообще никакой инфы нет. Скажу больше, у них на Ликвидпедии только трое заявлено из пяти. Типа того, вот, и у Ксалотли у них же и тренер, и буткемп, и все прочее, и вот ребята не вывозят. Сели на зарплату, как говорится, и все. Началось. Ну, Ксалотли сами по себе, я не знаю, если честно, может, они там какие-то американские лиги тащат или еще что-то такого плана. Мы смотрели на них до Инта во втором полугодии, они довольно неплохо выступали и, знаешь, там проигрывали ЕГЭ, проигрывали, то есть, какому-то мощным ребятам проигрывали, но на уровне этих тер-2 смотрелись очень хорошо. Я удивлен был, что они заливают первое. Но, опять же, там довольно много американских лиг существует, там, не знаю, что случилось в итоге с... Так они же мексиканцы. Ну, все равно, они же в Северной Америке катают. А так как же стена? Стена не перебивает интернет. Так что, может, они там какие-то призовые лутают, потому что, в целом, в таких лигах не участвуют всякие ЕГЭ и прочее. Ну, даже, знаешь, есть время оценить, посмотреть по ликвидпедии. Да, Join Dota лига, они выиграли косарь долларов. В американской лиге еще 750, в 400, ну, в общем, лутает что-то там, по чуть-чуть. Есть у них деньги, чтобы отыгрывать. Не знаю, насколько это, в принципе, для Северной Американской сцены, но пока существует ЕГЭ, слоты для них на мажоры, миноры и прочее заказаны. Я, на самом деле, еще немного в замешательстве насчет того, как конкретно проходят эти DPC квалификации, потому что там уже куча изменений была. И, когда читала огромную полотно текста с тем, вот как именно все изменилось, все равно какие-то непонятки остались. Так что, там еще посмотрим. Спрашивай. Знаешь, если вообще вспомнила вопросы, это я бы тебе обязательно не задала. Я понял. Ну, если что, посещу потом. Я вроде развернулся, с бумажкой выписывал. Да. На всякий случай, чтобы понимать новую систему. На самом деле, не настолько много там они всего изменили. и больше проделана работа именно по поводу того, кикаем ли человек или нет, кикаем, оставляем ли не оставляем, чьи очки и так далее. Да, с очками, интересно, работа была проделана, но я ожидала, что будет все-таки как-то урегулирован баланс между очками за минор и мажор, но в итоге там не изменилось. На это полностью забили. Меня больше интересует, допустим, вот берем условного Пашу, допустим, он играет весь сезон ЗВП, зарабатывает им там 2000 ДПС очков своих, 10 на команду суммарно, и его, например, кикают. То есть, очевидно, он уходит в руку команды, очки не уходят за ним, но было бы неплохо вот эти, знаешь, там 2 десятых его вклады, чтобы он в виде призовых потом получил, которые на Интере разыгрываются, которые команда побеждает. Ну, потому что без него они могли бы там вообще не попасть. Ну, там, не 2 десятых, там какой-то другой процент. То есть, как-то гарантирует игрокаму, что если тебя перед Интере киклась, то ты не зря весь год старался. Мне кажется, было бы честным, но да ладно. По баунтирунам у нас разбредаются 2-2. Нигде никто никого не смог переиграть, хотя и Пак пытался, и Патно пыталась. И в итоге можно смотреть по лайнапам. Скорпион и Рубик против Тролля, против Ибэйна. Абадон пока бродит вообще не поеду. Просто пришел, постоял. Вражескому лесу с ЗСФом и улетел вниз. К Геракоптеру, да, тяни все-таки мид. И Пак с Патной внизу. Ну да, пока тут без 3П обошлось. Мирана продолжает стоять с Паком. Ну и кидает стрелы сейчас пока не успешно, но все-таки кидает, пытается. Ну, против Абадона здесь ничего не попишешь. В принципе, пробить как-то Геракоптер не получится. Абадон будет до смерти пытаться выхилить. И зато забирает наверху у Скорпиона. Вот он подставился. Те самые СД, то есть нужно просто их больше брать. И вот первые вот 2-3 уровня, пока ты можешь его легко прогонять. Пусть. Да, сожрал Сантрю. То есть хорошо, у него как раз был не фулл хп, сейчас плотно подригенится. Санкинг гоняет очень хорошо, причем еще троллю досталась первая кровь. Тоже, возможно, как-то поактивнее ввиду этого будет себя действовать. Начинать. Ну и пока в основном все спокойно. СФ на миде стоит пока против Тини удачно. Души набирает. Что-то странно, потому что у Тини как раз-таки очень много урона и он может пробовать СФ отжимать от крипов. Плюс дерево, опять же, которое он берет. Но в СФ, видимо, батте этой игры. В СФ, видимо, нет. Да, уже поздновато будет, потому что сейчас душ еще поднаберет, когда уровень второй Некромастере будет. И уже сам будет получать очень больно по голове, потому что не по таврам, у него ноль армора и все. Ничего не попишешь. Так интересно. Выкидывает только что СФ под вышку. Два ореха, три ореха. Ну, он выкидывал этими скиллами, да. Но на самом деле там один-два ореха и было в ГГ для него. ДД еще находит. Может забрать. На самом деле здесь вот Фласка будет дождаться, что она у него едет. Едет, но доживет ли до нее. Ой, последняя дочка остается и надо бы ее дать. Нет ума на Утини, чтобы хоть какой-то скилл дать, хотя все откатилось. Да, все-таки Фласка дождался, в итоге СФ и он спасен. Да, у нас тем временем удалось убить еще раз в топе Рубика. Сбил Фласку Тини деревом, остался совсем без маны. Ну, если сейчас под ДД опять же доберет себе. То есть 110 урона должно будет выйти с максималочкой душ первоуровневых. Ну, и там уже четвертый левелл подъедет. Типа того, да. То есть ты стоишь, у тебя уже и не больше урона, чем у противника. Надо просто СФ резервировать курьера под себя и нести что-то еще, да, вроде бону несет. Все, четко, молодец, красавчик. Тини тоже, правда, принес. Сейчас, главное, вот прямо сейчас не умереть. Потому что дерево, засыпка, подкидка, это довольно много урона даже на первом уровне раскачки и СФ нужно быть чуть-чуть поаккуратнее. Да, тут на половине и походят. Это опасно, вон тычка Ставра, фокус в Ставра. Дерево есть. Пустой боттл, правда, у Тини, а до рунки еще далеко. Но там проблема есть. Сказать, он не умер, на самом деле, под дебаф Матери Зов стоит. У него уже два, сейчас БССФ накинул еще центральный, потом ближний. Можно было бы сделать и фраг. Подходит Рубик к спину. Уйти не только что подать и все скиллы. Будет тяжело. Хотя, есть, я думаю, Терекинеса, может быть, выкинуть еще раз подкидка в адвышку. Кидает. Ну да, это смерть. Да, и должен погибать от Тавра. Типа он нажмет сласку, так, 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 отпивается, еще и уйдет. Да, можно телепорт сделать с меня есть ТП, да, есть ТП. Ну да, на базу улетает. Шикарно, слушай. Туда нужно простить тиммейтов, чтобы они за контролем руны и сверху-снизу. Нельзя давать Тиннику. Да, если он еще без руны, остается. Но тут, наоборот, контроль силу света очень хорошо обе руны. Должна успевать выходить первыми, где бы она не появилась. И в итоге остается она у Абаддона, поэтому себе будет пополнять Тинни. Может под матч спрыгнуть и все будет забрать четко. Готсу, батя этой игры. Хорошо сыграл. Выиграл еще кучу времени для СФ, потому что Тинни пошел за этой руной. И пошел на базу. В топе нападения на Скорпиона есть Сентря, есть Селлип на Рубика. вот еще раз. И еще раз удается это сделать. Большие молодцы. То есть против Скорпиона видно, что играли. Ну, в принципе, там много знать не надо. Поставил Сентри уже все хорошо. Типа да, то есть ты приходишь за Скорпиона тоже покупаешь Сентри, ломаешь Сентри противника. А если у тебя будет левол там 4-5, то вражеского Сентри может уже и не хватить, чтобы тебя убить. Когда он туда пойдет, то он может и погибнуть. Хотя сейчас Песочек поставил. Его видно, ясное дело, под этой же Сентри пытаются его пробить. Есть Сли, пока что обходит немного это все дело Тролль. И должен успеть его убить. Да? Есть топорики. Сейчас будет подкоп. Может быть, даже не с ним выкапываться. Все нормально. В итоге Баунти Руна просто законтролит. Ой, ее разбило, ее Рубик. Отлично. Немного здесь, конечно, сделал грязи. Последняя буквально тычка оставалась, но успел отпить фласку, успел добраться до шрайна, и в итоге Скорпион-то должен погибать, но может погибнуть и Тролли, причем очень даже легко, но никто не стал делать эту последнюю тычку, тем более, что отъедается и сам Тролли, и теперь уже это не одна тычка. Да, в итоге все бегут, потому что Тинни подбегает. Сейчас должен какие-то кентавры или типа того, засыпку делать. Последняя тычка осталась. А на Рейс не хватало последней маны, но есть манга, можно было манга нажать, да, и как раз-таки под дебафом получилось все-таки нанести достаточно урона, и это размена один в один, причем саппорта пятой позиции в тройку, и СФ еще один. Сейчас на развороте можно попробовать под Троллем или под Телепортом какого-нибудь. В Тролле там ничего нет, к сожалению, у него маловато хп маны. один спел какой-нибудь, то есть или замедление мог кинуть, типа со стиков нажать, или замедление, или раскинуть миссы, там и того и того, вполне хватило бы, чтобы СФ стабильно ушел, а если бы с одним любым Телепортом вот как-нибудь Патмы, вот Пака, например, можно было бы убить всех. Патма пока какая-то домашняя. Пока да, я не очень понимаю, как он так делает, то есть он и про Айлевл просаживается, хотя может стрелять по лицам, добирает очень много экспы, и с фрагами не особо сдается, вот опять продает контроль Труну, да, забирает. Господи, какой же он бать, а! Ну там скорее Бадон уже закосячил, то есть он видел этот лип, не среагировал на реакции. Но волшебство было бы очень удобной руной для Тини, в итоге он остался без нее, и будет станчик по Руби, фу, господи, Папаку, он и он доджит его, и есть иллюзориор для того, чтобы уйти точно на безопасное расстояние. И что? Мирана? Лип есть, еще один лип будет. Еще один, надо уже его нажимать, да, все делает, вот, лупит, живет. Так, ну и в топ сейчас будет очередное нападение, но вот опять же, по центреам в этот раз справились Рубик с Скорпионом, в итоге ничего не осталось, и нет возможности напасть на Скорпиона, а уже лвл 5 не за горами. Ну, Бейн купил себе дасты, и сентри везет уже, и с дастами даже как-то будет немного по... интереснее нападать. Все-таки там замедление какое-никакое-то тоже поможет. Так, ну и фармы здесь еще крипчиков, которые были отведены, тролль. И стак там, кстати, смотри на количество вардов в левой части карты. Снова прошли, очень глубоко поставили. Все очень хотят, чтобы их вот корп персонаж не умирал от каких-то лишних гангов, потому что прям сверхмного их поставил. Так, давай еще посмотрим, что по общей ценности. И мы видим на первом месте скономерный тролль, да. То есть эфа тоже немало, при этом у него фул лучше. О, у Гира. Могут ли быть проблемы? Заканчивается Рокет-бараж, но слишком много хп он снес в Миране. И пак пока что тоже еще живет, но нужно отсюда убираться подальше. Сэф пришел. Сэфом уже шутки плохие. Откидывает рейс один слишком не точно. И пака подловили. У пака есть еще шип, чтобы спрятаться. Попытка забрать Абадона будет. Размен есть, но размен пока что такой себе. Но больше эсэфу нечего здесь выдать. Хотя кайлами... Ну, может, на самом деле идти в мили и просто дать средний койл на убегание Хорошо, аутплейт, говорит у нас эсэфа. Он совершенно прав. Просто подходит и дает мили койл. Да, сейчас еще могут скорпиона подцепануть. Там два снарека новых стоит. Дать слип, дать пару тычек. То есть что-то можно его придумать. По тавр не очень хочется лезть. Да, они только что видели, что внизу два героя делали телепорт на атаку. То есть у них сейчас телепорта отсутствует. На самом деле можно его понаглеть. Ну, либо какая-то мискоммуникация в команде и из-за этого нет понимания, что телепортов не будет. Ни от Абадона, ни от Синника. Ну, вообще у Пака есть шестой. Дримкоил можно куда-то пристроить. Просканировали в топ, чтобы понимать, куда идет Синник, и сейчас они на самом деле вот... А здесь Синтричок, сейчас Синтрея его увидят. Надо слип. Слип на друга своего, на тролля дай. Так, заслипал. Ультимейт успел упражать отлично. Дримкоил есть, работает, но подходит сюда герокоптер, это слишком больно. Закончится ультимейт у тролля, и он погибнет. Стрела? Стрелы попадают. Хорошо, есть еще Бэйн, у которого нету маны, но он по-прежнему может бить немного с руки. Мирана получает Рокет Берридж. Есть ТОС, Рокет Берридж немного еще поработал, и дальше теперь как-то надо помочь немного Паку. Пак вроде как тычкует, тычкует, но хп слишком много осталось у герокоптера, когда он нажал стики, и теперь у Паку самого проблемы, он подставляется и погибает. Пытался пойти теник и добрать иногда капал маны на брейнсап, но в итоге тоже не совладал. Жадность, то есть и Пак пожадничал мог дать спокойно арбой попасть, а потом может сарбой сразу дать шифт с этим самым сайлансом. Но в итоге дал сайланс, все убежали, очередно косячил. Бэйн далеко полез, не стал бить сразу. И за это их в ответ пару героев убили. Сейчас тяжело будет ливать забавить руны на топе как минимум. Хочет себя перетягивать сапак, перезаряжает бот, аруном. Ну, это пока бросили. Настаиваться будет. Плюсереген в топе, можно пытаться успеть забрать в комнате сэфу. Бежит за ней, гирокоптер пытается воевать, динайд, просто не стал даже пытаться ее брать. О, подкуп он не попал. В итоге, но его этот, раслипал. Гирокоптер, видим, просто отпустил, нажал в то, что было раньше. В топе умирает. Через дремку Койл Рубик. Ну, хотя бы так драться, но Бэйна теряет на миде, что-то он тут как-то подзадержался. Ну, пытался экспо получить. Не знаю, что тут по книжкам было. Покупали их, не покупали, но пока у Бэйна не хватает немного до пятого. Но если книжки еще есть, то вы можете шестой получить. Вот сейчас Миран покупает книжку. И может даже это будет книжка для Бэйна, потому что у Бэйна немного не хватает. Да, покупать сам. Я думаю, что он хочет отдавать. Покупать сам. В итоге шестой у него будет с книжкой. Да, съел, уже есть. Ультимейт от Мирана тоже есть. Они попытаются пойти под тавер и найти лоу-хп гирокоптера. А он спрятался и делает телепорт отсюда подальше. Ну, что ж. А, нет, не так уж далеко. На шрайне, да. На шрайне его могут найти. Он шрайна отпил, от шрайна отходит. Сейчас, если занять позицию, кинуть хорошую стрелу. Стрела в крипов. Не собирался, видимо, вообще ловить. Да, подфармил. Может быть, опять же, не увидел где-то. Может быть, инфа была, что мы не деремся там и так далее. Смысл давать. Там снизу что-то мутили. В итоге не на мутили. Тролль продолжает просто фармить, получив кучу урона. И тратить стики, чтобы восстановиться. Кстати, опять же, странно. То есть, он мог зарегениться и без этого. Дераку бы их оставил. Ну, как-то вяленько в этот раз все-таки плюсы выступают. Герои такие. То есть, им нужно немножко фарм дать. Там уже тролль дать еще там яшу. Дримкойл по таверам на тене и пришел с ультимативной тролль, чтобы попытаться его забрать. Стрела полетела мимо. Но Мирана сейчас со Стар Стормом немного решит вопрос. Ну, как же больно троллю? Тролль может погибнуть просто от колдауна. Да, очень много. ХП теряет, Флэк Кэннон еще бьет. И поэтому он снова отваливается. Это снова был лишний телепорт. Вообще, очень странно на самом деле нападать троллем, нажимая ультимейт. Сейчас вообще так никто не делает. Да, все-таки надо было когда уже ХП кончается. Типа, да. Когда у тебя там миллион слотов и ты с бурстом скорости атаки кого-то действительно убиваешь, это может быть и имеет смысл атаку. У него там даже яша была не в себе. Это было очень мало смысла. И вот так вот, конечно, странно так наблюдать. SF в инвизе идет вниз. Но Рубик делает тапаут. Что-то вот прям неуловимый. Оказалось, то Рубик, то Герокоптер видишь, что они уходят на каких-то тоненьких вещах. И на Амиде прилетела стрела, но Мирана не попала. Поэтому Рубик остался безнаказанным. И украл бронесаб, что довольно приятно. Чистого урона всегда хорошо залить. Книжку еще Абадон покупает, но у него буквально крипа одного не хватает для того, чтобы получить шестой. А шестым он станет еще противнее. Но вообще у Рубика был до этого момента сворванных спелл топоров, раскручивающихся от тролля. Я не уверен, что лучше. А у ЕС с миссами или один таргетный чистый спелл? Ну, я не знаю, что он рассчитывал бы и на украсть. Потому что, ну, в принципе, только два варианта, чтобы пустовать. Физгрип он не колдовал, да. То есть, ему слеп был бы неплох тоже. Потому что это как Сейф можно использовать. Не важнит анимации каста. Под любой каст сопротивник легко среагировать и дать его. Мирана пока с базилкой. У тролля Саши Яша в пути, в принципе. И есть худ у Сэн Кинга. Это, кстати, очень многое может решить. Здесь магии довольно много, физика пока еще. Ну, разве что Сейф может побить, но Сейф тонкий, его еще можно законтролить. А Сейф вообще решил первым же айтемом собирать себе БКБ. Интересно. То есть, никакие таких других... Не Юл там ничего. Ну, не Юл, да, не Даггер там. Я не знаю. Не просто бы вывесел это именно БКБ. Даже как-то реально странно. Да, он такого не видел. Ну, жмется ультимейт. Видел, видел Сейн Кинг. Попинговал. Тут все-таки Сейн Тревар стоит. Он все это дело разглядел. Делает отсюда ТП. Аут! Успевает. Ой, Дрим Коил в пустоту. Нажали и дасты, нажали Стрелу, нажали Дрим Коил, все промазали. Хотя, при стаборетном, даже тот GSF мог в Сейн Треваре подойти, дать ультимейт просто в Рубико и убить его. Но и этого он делать не стал. Ну, что-то долго, да, конечно, они здесь копались. В итоге есть Смок и Отсил Света. Они будут пытаться идти. Зумис. Они имеют шанс даже выйти как-то во вражеский лес и очень удачно раскастоваться. Хотя сюда выходит Мирана. Вот это вкусненько. Но Мирана кидает Стрелу. Да, ее оставили. С леса тоже уже ушел. ССФ. Все, в принципе, разве что вардер оставить. Прошлись. Но можно в щипцы взять Мирану с паком. Они вообще-то могут уйти оба. У них есть на это опция. Ну да, у Мирана три липа, пак успел сделать ТП. В итоге тоже прогулялись бесполезно и времени больше потеряли. ССФ троечку фармит пока. Забрали все-таки Бейна где-то там, нашли его по Т2 таворам. С дабл дамажем Тини ловко разобрался. И надо как-то это время реализовывать. Они знают, где находится противника. Они просто забирают два баунтоса на нижней половине карты. Ну да, опять же, размен героя на две баунти не в пользу. Тим плюс. По ТВ раму они тоже нигде не прошлись. И пока выглядит так, как будто бы тролль конечно слоты набирает. Но не так быстро, как хотелось бы, учитывая старт, который он получил. С Гирой еще мешали куда сильнее, чем ему. Он еще сделал кучу фрагов, ФБ оформил. Нарезать нижним уже 700 голды всего оставляет. Так, ну и какой-то ганг что-ли будет сейчас. С Макия бежит, тролль с Бейном. Видит причем. И Рубика видит, и Гирокоптер. Сейчас другой раз видит, и смогай будет формить. Да, да, да. Так и будет. Очень жаль. Потому что каких-то действий активных не хватает, пока улетает оттенника в топе. Скан есть. Сканирует дайер. Ну тут, в принципе, и так понятно, что происходит. Уже вышел на крипов Санкинг, показался. Хоста тоже имеется, и с хостой может что-то интересное произойдет. Забирает ее Мирана себе в бутылку. У нее глоток один был отпит. И что дальше? Дальше ультатмы видит Гироча на вордах. И не видит препятствий? Да, да, да. Не видит. Гриб условно, да, сейчас с него прямо так вот. О, корону! Вот это хорошо. Да, Рубика, конечно, ворует ультимейт в этом нет ничего хорошего, но в остальном все просто прекрасно. И вот, но на хосте сейчас может еще ему напакостить. Можно как раз выбить из него этот ультимейт? Главное не умереть. Прожим, Миран. Телепорт и есть, на самом деле, опасно здесь оставаться. Пытался скастовать ультимейт, но отменил его. И прыгают на Мирану, но не дотянулся Эвалан, чем в итоге остается в живых. Пак тоже может уйти через Иллюзориорб, хотя он как-то странно уходит. Не уходит. Ну так сейчас все умрет. Полетел ультимейт. Есть. Что-то у него все вообще не летит. Кнопки не нажимаются. Пытается уйти Иллюзориорб. Очень больно дает. Ух, не повезло. Вот прям везде, где можно было накосячить, что я накосячил. Да просто забей. Причем, вероятно, немножко накосячил, но вот именно немножко. А Пак? Видимо, боялся чего-то. Руки дрожат, потеют, скользят по мышке. Ладно, даже так, размин не сверхплохой, потому что ты меняешь герокоптера, который забирает СФ, на Пак, который забирает Рубик. В третью позицию. На первую. Ну, это первый адекватный фраг за последний минут 15, с учетом того, что там большая часть фрагов была сделана в самом начале игры. Наверное, это устраивается, потому что тролль фармит, СФ фармит, то есть все два лавкор-героя имеют все, что хотели бы иметь, а то, что саппорт немножко отстают, ничего страшного. Ну, Саша и Еши есть, БКБшка появилась у СФ, и БКБ планирует себе и тролль взять тоже, боятся все-таки здесь контроля, который имеется, которого здесь очень много, но надо уже вышки забирать все-таки в 18-е минута, а все это один вышки стоят. Это довольно большой запас золота, который надо бы уже реализовывать, тем более, что их противники уже на Т2 идут, по крайней мере, отпушивают там в эту сторону. И пока тут тролль бьет вышку, уже делался телепорт Сенкингом, Сенкинг поставил песок, успели добить вышку, Сенкинг сделал подкоп, но что дальше? Дальше тут вообще-то команда стягивается, может быть, очень больно, Сенкинга можно подержать, как-то попытаться, эпицентр есть, кастуется, сразу же прожимает у тиммейт тролль и добивает его, поэтому эпицентр особо вреда не нанес. Можно бежать дальше, там они, кстати, должны были увидеть только что Абадон, нажмутся барабаны. Бегут, бегут. Но, к сожалению, никто, кто мог бы задержать Абадона... Чё там, как ты сам застопился. Видимо, за контролем Курьера или типа того, в нём его уже вещи летят. Кровный интерес к Курьеру. Ну, можно меняться два вышки, там чё-то как-то не особо бьют наверху у нас товарищи, это дело. Вон, только один Рубик остался, в итоге Глиф прожали, но я думаю, что СФ с троллем быстрее справится с Тавром, чем один Рубик. Причём там Тинни в засаде сидит, ждёт телепортов, нашёл пока что Пака, прыгает на него, даёт Эволонч, но толку тоже от этого маловато, не пробил Паком. Так что будет Т2-вышка разменена впустую. О, ещё опять ультимейт от Мираны, сразу же телепорты полетели. Пак зацепит ли чем... А, у него нету Дримкойла, ещё 10 секунд до него, и не успел замахнуться Сайленсом, хотя хотел сбить телепорт, сбить телепорт, не видит его. Да и Рубик тоже вылетел на Рубе в лес и... А Тавр задефают? Как не торопится это делать? Да, задефают. Так, всё равно успеваю, да. Может подденайть? В итоге фраг плюс 2 вышки в ноль, скажем так. Так что хорошо для себя снова ТИП плюсы сыграли. Но им надо уже каких-то активных действий делать побольше. И вот ради такого, чтобы мы сделали телепорт, а какого-то погоняли, а вот именно за обжекти, спереди Роша сейчас забрать. После Рошана сразу выйти, ещё хоть Т2 выбить из противника, потому что иначе на сплитпушке вообще начнётся. Скопь, о, и... Всё, и могут сильную игру подзатянуть. Пока хорошие слоты есть, у вас и отсутствует противника, можно пойти вперёд. Но это Зумис что-то невъятное сделали. Вроде как ушли из топа, но дефать Т2 у себя не стали, там наверху пушить не стали, хотя временно это очевидно имели. И в итоге и рыбу не съели, и косточки подавились, и всё вообще пошло не так. Но сейчас у них есть Смок, и они идут неясно куда, потому что у них информации нет, где противник находится, никого не видят вообще, и прячутся теперь в ожидании, что кто-то пойдёт мид отпушивать. Но им фармить вообще не с руки. Поэтому они и пытаются что-то делать, где-то драться. Но Смок ответный идёт. Сейчас ТСФ будет выход, у него есть БКБ, Рубик свалился, у него нет никого мув с пыла теперь. Тролль его поймал в замедление, Абаддон пытается спасти, но Дремхол это не выручает, и Скорпион... Под БКБшку залетел как раз от ТСФ, очень вкусно, спасибо, поели. И кому-нибудь ещё зацепить попытаться, Абаддон ультимативное сработало, Рубик по-прежнему живой, пытается убежать отсюда как может, Стрела будет через 2 секунды, и успеет остановить стрелы уж точно. Нет. Не успел, убил на базе вторым Старштурмом. Или куда он там улетел. Вторая звёздочка, да. Да, там из смешного получилось, что... Сейчас, Слава, дерутся, расскажу. Короче, Пак дал арбу, подсвятил Скорпиона на горе, который, ну, к столовой эпицентр, дал ему тычку, и тычка не попала. Поэтому Скорпион не сбился в даггер, он ворвался в толпу. Но я боюсь, что из-за этого как раз-таки он и умер. Потому что если бы он не ворвался в толпу, возможно, смог его где-то там заманцевать. Так, он, типа, сделал даггер, потратил всё, что есть на врыв, и... А, дэббидж не хватило с него одного. Так, и на параллельном стриме, кстати, Тим Саутель вторую проиграли. Ну, там, да, был эллиминейшн по узерам на топ-1 дремлиги. Там просто они проиграли довольно, скажем так, уверенно. 15 тысяч было на 20 какой-то минуте. Теперь интересно, что это там за монстры такие дерутся. Но, по-моему, там вся квала одним днём проходят. Там чувак, кстати, про которого этот... на рейде читал. Но у него ник пиранец с днём русский ночью. Так, ну сейчас найдут, кстати, герокоптера в топе. Ставят дремкоил, у него ничего нет, что спастись. Притает оба аддона, вот тот самый слей приходит тратить ультимейт сразу, это не вручает гирча. Но теперь оба аддон без ультимейта. Разве на одного бэйна пока что? А у тролли есть ультимейт, а он может зайти ещё немного подраться. Если он прожимает БКБ, у него нету его ультимейта, и поэтому здесь ему драться особо-то нет смысла. БКБ довольно так вот... Не знаю, тоже, кажется, перенервничал, поражал. Было-то вообще необязательно. Ну и Саша Яша тоже почти появилась у СФ. Двигается в сторону укрепления, причём Саша Яша и сразу после этого будет доедалус. Такой интересный у него билд получается всесторонний. Тебе интересно. Ну я не знаю, может возьмёт ещё... Ну видишь, он взял этот... На первом уровне магический талант, на втором взял ауры, работающие на здании. Я уверен, что он ещё достаточно возьмёт плюс два демиджа за душу. Ну, с учётом того, что доедалус планах, то это имеет смысл. Ну, фармит вроде неплохо. Лес, я так смотрю, двигает успешно, уверенно. У теника мало слотов, то есть у него пока ещё... Ну, к зачатке агонима, нужно для 800 денег где-то найти. И только тогда он будет уже представить какую-то хорошую такую опасность и угрозу в файте. Потому что сможет не только со сказки, но и с руки вот эту скилла убивать героя противника. Так, подкоп есть, БКБ имеется у тролля, он может его использовать в 10 секунды. Опа, стрела попадает по Санкингу и крадут у Мирана стрелу. Пошла стрела, гипнострела. Не поймал. СССР прям почувствовал задним проходом своим ветерок. Ну, причём с учётом того, как близко стрела прилетела, то прям пощекотало уже. Ну, скорее всего, да. Я не уверен, как там у него со всем этим делом, но вышло всё для него хорошо. Пак тоже выращивается от ракеты, тоже живёт. Так, ну и что? На самом деле, тролли очень крепко сейчас выглядят с БКБшкой уже, он может очень хорошо подраться, но вот будет такой вот, в принципе, не меняющийся уже билд собирать. Это дальше Сатаник. Много статус резистанса, довольно много хп. И самое главное, жить, жить и ещё раз жить. Да, ну смотрим, опять же, когда вот будет Сатаник, у него же будет доп статус резистанс плюс Саша Яша. Да, вот как раз. Тролли будет вообще нельзя. Ну, скажешь так, помешать ему скастовать ультимейт будет очень сложно. И это, наверное, главная опция, почему он именно такой билд придумал. Потому что, знаешь, иногда сидишь, ты посмотришь на тролля. Ну, как-то вот, хочет, чтобы он уже урон носил, такой думаешь, я не буду собирать, вот у меня там уже какой-то МКБ запридумано. Ну, довольно редко, на самом деле, вот из тех троллей, которые я видела до Инта и после тоже. Редко иначе как-то собирают его в последнее время. Абадон. Мне кажется, они могли догадаться, что их вар только что теперь, что здесь стоит в центре, но если Ф просто плевать, МКБ не жмёт, и вот только сейчас тени быстро съели. Причём, Абадон пытался его подсевить, нам просто не хватает. Абадон забирает в неё перед нос баунти руну, сейчас ультимейт закончится и будет больно. Ещё и гирокоптер погибает, там где-то его вообще с другой стороны забрали. Там Финсгри, все дела, там тоже было очень тяжело. Хотя, кстати, минус три героя, минус две баунти руны, ещё две можно забрать справа и тут же выход на Рошана. Вот насчёт тролля, я что-то вспомнила, по-моему, на квалах на Инт исключительно. По-моему, почти все тролли были с Мулустромом, первым артефактом. Да, потому что тебе нужно же как-то ещё фармить быстро, желательно. Вещь, я за этот базил взял, чтобы с пылы кидать хотя бы, хоть сколько-то часто. Здесь он боевой, скорее, чем фармящий. Всё время с командой он участвует в драках, поэтому деньги кровью зарабатывает. И Аегис есть для него, троллю. Продолжит свою фарм, у него, в принципе, ещё довольно много денег до Сатаника осталось. Но 18-й зато впереди. И с 18-м можно будет придумать много всего интересного. SF. У него 2-400 на руках и будет не отклоняться от своего плана. У него, в принципе, то же самое получается. Тоже Сатаник и тоже Саша Яша вместе с этим, поэтому статус резистанс здесь себе все набирают. И Пак. У Пака Аганим в фланах, пока довольно долгосрочных. Так, есть Дримкуэлл, зацепили на него Тинни, пытается спастись, немного потянуть время, полетела стрела, но мимо. И Рубик, видимо, за это погибнет. Но лучше уж Рубик, чем Пак. Продал себя. Но на 5000 отрывается от Герокоптера SF. Прям супермного. Так и на 10 тысяч вся команда отрывается тоже довольно много. Джагирич горит. Вот, кстати, между прочим, на некоторых турнирах прямо в правилах написано, что никто кроме Капитана писать вообще ничего не может. Ну, кроме, знаешь, этих, типа, пауза, еще что-нибудь на таких общих команд. Здесь чуваки спамят и не парятся. Как будто вернулся на медосмотр. Ну, бывает, пригорел, проиграл, как говорится. Вот так сейчас драка будет стопить. Три героя. На них в смоке заходят и Сев поднимается вообще, не напрягаясь. Просто на гору. У Герокоптера есть причем деньги на рецепт БКБ. И вот, если он успеет его купить, а он пока медлит, возможно, на байбэк откладывает. Вот если вы сейчас убьют из-за того, что у него БКБ нет, это будет очень печально. Я просто смотрю, опять же, на драфт справа. Не то, чтобы сверхсильный, ему это БКБ может, если, например, тот же тролльный его впишется. Или Сев, если он донет пару раз. Или Стрелла залетит. Знаешь, это как в рамзе. Финс Гриб, в принципе, подержать может, плевать на БКБ. Да, вот, значит, потому не сверхудачно получилось с подкопом. О, отлично, Тос получился совсем не в ту цель. И в итоге Миран прожимает ультимейс, и уйдут в инвиз. СФ забирается на хайграунд, нажимает свой ультимейт, очень сильно пробил только Абадон, но уже успел Герокоптер прожать БКБ и привести у себя самое главное до файта. И забирает Мирану в размен на Рубика пока что. БКБ еще действует у Герокоптера. Пошел в пицц по двоему отлично, и очень много хп теряет СФ, это минус СФ, но зато Тролль продолжает драться, и он под ультимейтом может разрубить всех. И Герокоптер будет следующей целью. Без БКБ он становится довольно ватный, надо его как-то добить, буквально один... Там Абадон погащит Сев, Тинни тоже растянулась драка, в итоге Тролль сейчас может быть-то вкусят. У тебя врывается Пак. Ой-ой-ой. У него Аегис есть, он после Аегиса восстанет, и еще подерется, еще покажет. Но... Пак может какого-то цепляет через Юл. Не решился Пак. Ну, у него блинка был в КД, поэтому он не мог ворваться. На ноге, видимо, не успел подойти бы. На ноге мог. Мог-мог. На ноге точно мог. В Абадона и Лифтинника достать. Ну ладно, даже так, в итоге, учитывая, сколько была неудачная драка в плане позиционки на вражеском шане, который был, подрались. Не сверх плохо, проиграли всего 1000 голды, и тролль не погиб. Да, еще что-то там подзаработал. Что, Пак? Эваланч есть, Тосс есть, Мирана подходит на сейф, но это слишком поздно, не попадая стрелой, демо же не хватит, и еще Абадон рядом. Вот Абадон реально много крови выпил. Абадон в тени. Они же постоянно... Того героя, которого вкусит тролль, либо выкидывает, либо подсевливает. А тролль из-за того, что постоянно какой-то герой, который ты, типа, должен убить, но не можешь увидеть за этих ребят, переключаешься на другого персонажа, и у тебя стаки спадают, и падают очень сильно ДПС. Все его прямо желательно, вот знаешь, какую-то еще башню купить, чтобы просто вот кого-то уже тащить и не выпускать. Да, два урона за душ, кстати, сэв качает, как ты говорил. И остается только купить последний Демонейдж, для того, чтобы набралось на Бейдалс. С земляем упухом. Самым мягким. Стрела полетела, наверное, сейчас оберонта много у него, почему бы и нет, надо только душ набрать. Ну, он погиб сразу же, как только у него БКБ закончилось в файте, потому что там с Роккей Баражем просто зашел в файт на ноге Герокоптер, и ему нечего было противопоставить. Да и там с Реквимом Соусом получилось неудачно, потому что единственный, кто был не в БКБ в файте, из тех, кто был в ренже этого ультимейта, по крайней мере, в ближайшем к СФу, это был Абадон, Абадон там как-то до чертиков было. Ну да, нападение на пак снизу, закидали деревья, погибает опять. Да, гоним есть, поэтому тут деревьев целый лес. Я просто думаю, представь на секунду, что они вместо пака взяли бы там Тайтхантера, или какого-нибудь там легионку, то есть, насколько бы проще им было играть сейчас. Они не из легких путей, это самое главное. В доту интереснее играть, когда нелегко. Типа того, я сижу сейчас испауню байбек на паке, не понимаю, почему он не окупается. Потому что глупо было смертно обычно все эти игроки. Частенько, скажем так, умер, просто выгодился, а ничего страшного, поехали дальше. Сделать вид, как будто никто ничего не заметил, этого не было. Ну да, у Абадон, кстати, есть еще гемм. Хорошо, противопадмит то, что надо. Пайпа у Сен Кинга из интересного. И там у Герокоптера Аганим тоже в планах, но в принципе тоже дефолт, ничего такого всех естественного. Вот Тинни реально как-то вот разбогател, вот вижу то, что он криты собирает тоже, хочет в это дело выйти. Кристалли себе уже привез, я думаю, что за место Ботла там, нет, за место Виндлейса его положил. За место Ботла все же, переложил еще разок. Да, Муспит лишним не будет Яна. И 20-й левел себе качает скорость передвижения соответственно Герокоптер. Это сделает еще немного его более противным. Так, ну мы опять же можем вернуться к Неберсам, что хоть драка была не сверхудачная, вот опять нафигел пак. Глобальная ситуация не меняется, все еще очень много денег из эфа, тролль переигрывает и Тинни Гагирыча, пак себя не сверх плохо чувствовал, мы все помним, что 25-го, еще лучше того, он на свете. 420 гпм, и сейчас, кстати, может быть найдет, должен его видеть, должен его видеть скорпиона, но пак долбится в глаза и ничего не наблюдает. Сейчас его, может быть, опять за это убьют, потому что слева скорпион, справа Рубик, тратится арбу. Инстинством сохранения у него отбит, а он нашел Сэн Кинга, просвет есть, но таким... Тибет и бегут, на самом деле, то есть и Рубен здесь, вот как тут, плюс... Ну, он сейчас может подкопать, блинкаут сделать, да, сделать блинкаут, причем удачно, а толку... А чем остановить? Остановить уже нечем. Да, сжилы не было. Ты же далеко была команда. Все, просветили, поняли, что его здесь точно нет. Стрела и арба показала, что он убрался отсюда подальше. Ну, потраченный ультимейт Мираны, это довольно серьезно. Ну, с другой стороны, сейчас делать особо на карте нечего. Два вышка осталась только одна на миде. Ее идти вот так вот флоп ломать нет смысла. Они, скорее всего, из-за этого проиграют. Рошан тоже еще не появился и дополнительное время не определилось, поэтому до него может быть довольно долго. Вот хотят какую-то драку навязать со скуки. Кстати, у них есть шанс, потому что, кажется, им в руки идет Абадон. Если они его бьют первым, это будет очень хорошая заявка. Ну, чтобы та цель, которую легко взять и убить. Но если они его сейчас убьют, а там кто-то полезет помочь, то может быть очень хорошая драка для плюсов, но ничего не случилось, хотя скопиона нашли. Опаньки, вот это он подставился сейчас и есть замедление и пытается улететься до песка. Есть дасты. Есть дасты. Есть дасты у пака. Они кем должны были взять с Абадона? Точняк в тролле лежит. Подняли чтенник в Ю. Живой от СВКБ плюс стрела. Так, ну, на халявле в итоге не только Абадон, но еще двух героев сверху, причем Абадон без байбека. Ну, в принципе, так и случилось. То есть, помогать-то никто не пошел, но слишком близко и непонятно, зачем там оставался Санкинг. И это его погубило. В итоге они забрали Т2-вышку, немного побили Т3, они могут даже это дело продолжить, потому что без Абадона команда смотрится гораздо более беззубо. Так, подбивает тролля. У него есть Сатаник, есть Ультимейт, но крипы далеко, к сожалению, и эту пачку выдать в плюсу Вечность. Сейчас справа можно отбиться вот от этого одного. Все так он и делает, запускает, правда, кулдаун, но, думаю, ничего страшного. Пока тень не выкопился, все ок. Надо что-то сделать со Скорпионом, поднимаются вроде даже или даст. Не сверхудачно, Сынтера его вроде как не видит, не могу ее выделить. Так, минус пачка сразу с Рейзов, и как же больно Тавру-то, а? Падает мгновенно. Убили Пака, тем временем. Рубенс ворованный стрелой, дал Телекинез, дал стрелу под Телекинез, и вместе с Гиричем они его... Так, Сентинга опять поставился, опять умирает. 70 секунд его не будет, а вот это уже заявочка. Он-то так и не нажал свой ультимейт, и Гирокоптера поймали до БКБ, ну там даже если бы он БКБ нажал толку никакого, потому что его просто зарубил тролль. Да, криты это силы, на самом деле, на Энцефе, очень больно он с ними бьет. И теперь в сторону можно забирать на халяву, и на самом деле даже переходить на какую-нибудь вторую, потому что байбэ... Можно и на вторую, и на третью на самом деле, потому что, ты помнишь, у них только в центре было Т2, все остальные стороны уже свободны. Но я думаю, что они оставят все дело на Рошана. А Рошана-то нет еще, и будет он только через минуту. Ну, руну забрать, то есть как минимум что-то там, подготовить площадку. Забрали в сторону, получили преимущество, сейчас мы нужно будет закупиться доп-слотами. Тоже остальные для Энцефа, добить Башар Грейжный сразу для тролля. Паку-то гоним взял. Да. Пак там погиб опять до начала вот этого файта на миде. Но он свое дело сделал все-таки. С Гирокоптером сразу разобрались. Что там, Башар будет у Гира. Что еще планируют себе тролли взять? Тоже Башар. И Эсэф Сатаник доделывает, причем осталось ему совсем чуточку. Может, даже сейчас кто-то продаст. Да, продает просто в Рейсбенд и докупает Сатаник. Топовый затар. Вот реальный Эсэф сейчас мужчина для убийств. Да, имит. Ой, опять пак. Пак тоже. Что-то он прям мастер по фиду. Лучше на этой карте по фиду, скажем так, но это визуит его не с хорошей стороны. Ну, сегодня у него руки, видимо, потные. Ну, видимо, да. Чувствующий раз будет лучше. Там Бадон опять бежит с Сайдварды. Посмотреть на Рошана вдруг он появился. То есть, почти умер, потому что залетел Крид. Выкидывает руку опять от Скорпиона. Залет еще один 124 Скорпион. Он погибает без Байбека. Стрела в Бадоно после ультимейта 1024 урона погибает. Гирчи закидывает то же самое. Пошел. Ну, все, здорово, Рубен. 1026. И пятого давайте. Трикуску нет. Как же ему бьет на эти криты? Это просто что-то. Но он сам по себе все равно очень больно бьет вне зависимости от криты или нет, потому что талант все-таки определенный вкачан. И он, по-моему, да, он снижение брони еще взял на 25-ом. Увеличенное. Поэтому прям очень-очень топовый. 12 армора так-то да, это дофига. Ну, и Рошан тоже падает максимально быстро. ДД как раз у тролля тут работает хорошо. АИК сберется. Сыр оставили, видимо, для потомков. Потомки на месте. Теперь мы знаем, чьи потомки. Это был тролль. Все это время это был тролль. Все забрал в итоге. Да? Ну, что он? Руки загребущие. В одной топор, второй топор, в одной АИК, второй сыр. Ну, и сразу можно подниматься с его дэмиджем, с текущим ПДСФом. Можно бэкдорить любые здания. Можно не бэкдорить. Да, сейчас пачка на Амиде рискует помереть очень быстро, но на топе можно толкнуть. Да, толкнули линию и забирается эта тревушка здесь. Страна должна быть отдана на халяву, пока гирокоптеры не драться. Очень рискованно и бессмысленно. Ну, а через 10 секунд должен быть файт последней надежды, я так понимаю. Полетели деревья, причем довольно больно для тролля, но ему плевать, у него есть Аегис. И как же больно сейчас за две тычки буквально погибает бедный Скорпион. И так он не дал свой ультимейт. Видимо, уже не даст. Да, правда, этот нажал Сатаник опять крит. Их же не везет гирочу. Нажал тролль Сатаник, репов, правда, не осталось. Не смог сзарегениться, но все равно сдаются. Да, не все так гладко тоже и в этой игре шло, не безогреха. Опять же, 2-0 и закончилась эта встреча именно таким образом. Дальше будем на этом канале продолжать работать уже не мы. Кто там? У нас, по-моему, Майлджем будут. Майлджем, да, наверное, на первом, а у нас Миллос должны быть. Да, свапаться будут местами все. Типа того, да, вы приходите где-то пришли бы в 12 либо в час ночи на Дот-Дорхаб на канал, на финал ESL. Да, там будет очень потная заруба и на самом деле довольно интересная, потому что стак новый от Envy он реально хорошо себя показал на квалификациях и, мне кажется, недостойный того, чтобы проходить на турнир через квалификацию, но и J-Storm после того, как остались без резолюшена, они тоже в форме не сильно убавили, но была уже одна встреча на квалификациях между этими двумя командами и там выиграли пингвины в салат. Ну, господи, пингвины. Они уже не пингвины, они уже пипеги. И сейчас с одной картой форы они будут снова встречаться с J-Storm и будем смотреть, как это случится. По поводу игры в салат, там же 2-1 было. Мне казалось, что это довольно... Ну, там была довольно трудная катка, то есть там все не так просто. Они сыграли 30 минут, 30 минут 1-1, и потом за 55 минут перерешали в последний. И сейчас это единственное, что у нас может огорчить от полноценной Best of 5 серии, это то, что стартует файтинг пингвины со счетом 1-0. Да, вот как раз об этом говорили. Тут на квалификациях на ESL одна карта форы у всех, кто прошел через венеров. И будем на это дело смотреть через парочку часов, ну, а пока надыхаем, запасаемся силами и марафоним до тут дальше.